МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Васильевич Спирин на фронт ушёл в 43-м. Парню Ю-2 исполнилось 18 лет. С пересыльного пункта Вачинский эшелон солдатами выдвинулся в сторону Москвы. Там и началась для него война. Нас ещё завозили, что оружие не давали. Там в Москву уже бомбили нас прямо в вагонах, чтобы бомбить. Артиллерист Николай Спирин воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта. В Латвии был ранен и взят в плен. Лечился в немецком госпитале для военнопленных, хотя лечением это сложно назвать. Солома когда-то была наслато. Там ни матрасов, ничего нету, на дожках валялись. Кто мог вот так вот отпугать мух от себя, вот ланины лежали-то. Это отгоняли этих мух. А кто не мог, там четвертый водили. В плену пробыл почти три месяца. Освобождение, лечение уже в советском госпитале. В это время Николай Васильевич узнал, что на войне погиб его старший брат. После выписки пришел в военкомат, вновь проситься на фронт. Но его признали негодным к строевой службе и отправили сопровождать военные грузы. Узнали, вот во Львове, ночью приехали, салютуют там во Львове ночью. Там у железнодорожника спрашиваем, что за город какой, наверное, взяли в Германию опять. Думали. Победа, но победа. Война закончилась, но груз все равно нужно было доставить по назначению в Болгарию. В родное село вернулся только в 46-м. Награжден медалями за боевые заслуги, за победу над Германией. Устроился работать чабаном, женился. У Николая Васильевича три дочери, восемь внуков и пятнадцать правнуков. Все живут в Хакасии, встречаются часто. Ветеран говорит, если позволит здоровье, обязательно пойдет на парад победы в Шира 9 мая. А десятого ему исполнится 95 лет. Мария Мишнина, Андрей Доржу, РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова